Зачем тебе жить в тундре? спросили люди. За тем, что я люблю людей, ответил пастух. Но ведь в тундре нет людей. Тундра нужна оленя, олень нужен коряку. Без оленя коряк не коряк. Когда у коряка много оленей, он рад и весел. А когда пастух весел, хорошо всем людям. КОНЕЦ 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 Так начинается одна из корякских притч, написанных в середине прошлого века, местным писателем Владимиром Каянто. Главная тема его жизни – зов предков. Вячеслав очень похож на его героя, упрямого кочевника коряка, который не может предать этот суровый край и дело своих предков. Я уже лет двадцать пасу оленей. Здесь вот полторы тысячи голов примерно. Коряки обычно крупные стада держали, только перегоняли не часто. Весной – после отела, летом и осенью – пару раз. Двадцатый век с его техническим прогрессом в корне изменил жизнь аборигенов. В 1932 году на месте одной из родовых корякских стоянок построили поселок Хаилино, где был открыт первый оленеводческий совхоз. Коллективизация, начавшаяся со среднерусской возвышенности, буквально за десять лет докатилась до сопок Корякского Нагорья. Раньше колхозные олени у нас были, сейчас частные. Хотя для меня разницы нет. Я все равно по-другому жить не умею. Какие бы ни были времена, без оленя коряк не коряк. Даже в легенде у великого праотца, большого ворона Куйкойняку, был свой табун, а его сыновья кочевали вслед за ним, как кочует сегодня за оленями Вячеслав, сквозь пургу и морозы. Там, где до сих пор слышна тысячелетняя песня тундры. Издревле коряки делились на две группы – оленеводов-чевчувенов, которые кочевали в своих юртах и ерангах в районе Корягского Нагорья, и прибрежных рыболов-намыланов, проживавших в землянках на берегу Алюторского залива и Пенжинской губы. И те, и другие – прямые потомки той части переселенцев, что около 11 тысяч лет назад, решили не пересекать пролив и идти в Америку, а остаться на Камчатском перешейке. Семья Лелькива – одна из немногих хранит традиции далеких предков – оленеводов-чевчувенов. Каждый год, в день весеннего равноденствия, они собираются для проведения таинственного семейного обряда – инэлвет. Обряд начнется только тогда, когда приедет старейшина. Первым делом мы разводим костер и варим чай. Потом мужчины приступают к уборте снега, а мы готовим инэлвет – жертвенную колбасу из внутреннего жира оленя. Ею обычно кормим местных духов, когда приезжаем на стоянку. Бабушка Рультына прожила практически всю жизнь в тундре. Вряд ли кто-то, кроме нее, сможет столько рассказать об обычаях и ритуалах предков. Тем более, показать молодым. Вытаскивайте теперь колбасу. Во всех действиях важно владение навыками, которые передаются из поколения в поколение – от стариков внукам. Ну что там копаешься? Давай быстрее. В отличие от бабушки, внук Данила – гость на стоянке редкий. Он приезжает обычно по выходным после занятий в школе. Здесь самый младший из рода Лелькива приобщается к простому закону тундры – жить общиной – значит жить сообща. Так повелось здесь испокон веков. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова